Всем привет! Вы на YouTube-канале Геомиграция. Меня зовут Саша. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, оставляйте свои вопросы на нашем канале, смотрите предыдущие ролики. Все это помогает нам развивать наш канал и делать видео более интересными для вас. Сегодня мы обсудим с вами такую тему, как медицина в Испании. Я расскажу вам, какие есть варианты страховок, бесплатная, платная. Также поделюсь с вами своей историей. Она у меня достаточно длительная. В течение всего декабря я находился в больницах, обращался к специалистам и решал вопросы о здоровье. Расскажу вам сегодня, как это было. Начнем с бесплатной страховки. Для того, чтобы ее оформить, у вас должен быть документ, удостоверяющий вашу личность и также прописка в городе Испании. То есть это неважно, какой город. Далее вы идете в поликлинику ближайшую, если вы не знаете, в какую вам нужно обращаться. Либо вас прикрепят сразу в эту поликлинику, либо направят вас в учреждение по месту вашей прописки. Что касаемо записи к специалисту, вы можете подойти либо на стойку регистрации и записаться к вашему семейному врачу, которому вас непосредственно прикрепляют при первичном обращении в поликлинику. Либо в некоторых поликлиниках есть возможность записаться через электронную почту. Также вы описываете на прием, какому специалисту вам нужно. И вам отвечают сообщением с датой и временем посещения, когда вы можете прийти. Сейчас я расскажу вам свою историю обращения в бесплатную поликлинику города Барселона. И далее мы уже с вами обсудим платные страховки, какие есть варианты, какие есть тарифы, что в них входит и что необходимо знать перед тем, как вы будете ее оформлять. Моя история началась еще в начале декабря, когда у меня начались тянущие боли внизу живота и частые позывы в туалет. На улице похолодало. Первое, что я подумал, что просто меня продуло или застудился. Такое у меня ранее уже бывало, потому что моя привычка ходить всегда в тоненьких джинсиках, в кроссовочках, даже в минус 20 в Москве, дала мне эту проблему, с которой я очень долгое время мучаюсь, уже, наверное, на протяжении примерно лет пяти. Поэтому первое, что я подумал, соответственно, я застудился. Я пришел в поликлинику, записался к своему семейному врачу. Кстати, на прием я попал на следующий день. Для Испании это просто практически что-то из разряда no real, потому что здесь обычно на прием вы можете записаться где-то примерно через неделю, через 10 дней. В некоторых случаях через несколько месяцев. Об этом я вам расскажу чуть позже. Я пришел на прием к своему врачу, рассказал ей свою проблему, она все посмотрела, назначила мне анализ мочи, я его сдал. Но не заждаясь результатов, она мне сказала, что да, это действительно, скорее всего, воспаление. Выписала мне антибиотики и отпустила домой. Кстати, что касаемо того, когда вам назначают антибиотики и какие-то рецепторные препараты. При прикреплении поликлинику выдают карточку, капсалют она называется. И все таблетки, которые вам выписывают, вносятся на эту карточку. Вы приходите в аптеку, провизор берет у вас вашу карту, считывает и видит всю информацию о том, что вам выписал врач. И скидка при покупке по этой карте достигает 90%. Сам лично покупал так лекарства и выходит вообще какие-то копейки, евро 70, по-моему, у меня обошлись антибиотики, которые мне выписал врач. Я пропил антибиотики неделю, мне стало легче, я обрадовался, думаю, ну все, слава богу, воспаление прошло, все хорошо. Но не тут-то было. Через неделю у меня начинаются новые боли, температура 39 держится у меня несколько дней, ничем не сбивается. Я пил температурные препараты просто кучи. В течение дня я там пил по 4-5 таблеток, температура только росла. Единственное, что я думаю, надо звонить в скорую. Мы позвонили в скорую, они сказали, что они не приедут при такой температуре, что это вообще полная ерунда. Дали стандартные рекомендации, такие как сходить в холодный душ, положить мокрую тряпочку и пить ибупрофен. Ибупрофен здесь, мне кажется, вообще выписывают от всех болезней, с какой бы проблемой ты ни пришел, обязательно будет ибупрофен. Также в скорой сказали, что нужно сесть в такси и приехать самостоятельно. Но сил уехать у меня совершенно не было, потому что температура у меня уже поднималась и ближе к 40. Мы сделали все рекомендации, я сходил в холодный душ, полотенце, обтирание, все это мы делали. Наступила ночь, я думаю, ну ладно, как-нибудь я дотерплю уже до утра, если утром не станет легче, то приеду в больницу. Конечно же, утром я проснулся, моя температура никуда не ушла, она как была, так и держалась. Мы приехали в больницу, просидели в очереди 7,5 часов. 7,5 часов, да, да, вы не ослушались. Именно столько мы ждали в очереди. За это время, соответственно, перед тем, как поехать, я выпил жаропонижающие, моя температура опустилась до 38. Пока я 7 часов сидел в очереди, у меня уже температура стала даже 37, потому что в клинике было очень жарко, я сидел, потел, и просто у меня температура сама по себе проходила. Но после того, как меня уже приняли спустя 7,5 часов, конечно, обслуживание началось на высшем уровне. Мне взяли тест на ковид, у меня взяли анализы крови, мне сделали УЗИ, у них было подозрение, что у меня ампендицит, мне сделали МРТ с контрастом, с контрастом это когда тебе вводят по вене в йод. Мне поставили капельницы, я всю ночь лежал с капельницами, их, наверное, было порядка 4 или 5 штук за эту ночь. На следующий день пришли врачи, сказали мне, что они обнаружили повышение каких-то показателей в 5 раз, и что у меня какой-то происходит воспалительный процесс, но какое именно, они понять не могут. Меня оставили еще на полдня, сказали, что да, у меня есть инфекция в мочеполовой системе, поставили мне антибиотики, далее меня выписали на домашний стационар, и ко мне на протяжении 7 дней ежедневно приезжал врач, ставил мне капельницы, проверял температуру, мерил давление, то есть обслуживание, тогда вы уже попадаете в больницу на высшем уровне. После того, как я пропил все эти таблетки, мне поставили все капельницы, мне стало отлично, и через день после этого у нас с Ваней была съемка в рекламе, о ней, когда она выйдет, я тоже расскажу вам, покажу. На следующий день после съемки я просыпаюсь, и у меня снова температура 38, к вечеру у меня эта температура уже поднимается 39, и на протяжении 5 дней температура держится просто на самом высоком уровне. Ну, я подумал, что я просто заболел, меня продуло, потому что на улице было безумно холодно, очень ветрено, просто ужас. Я пролежал так 5 дней дома, потом решили мы просто уже своими силами дойти до ургенции. Ургенции – это как наш приемный покой, то есть, соответственно, ты приходишь с жалобой, и тебя сразу же принимают. Мы пришли к врачу, он посмотрел меня, сказал, да-да, это простуда, вот вам ингалятор от кашля, вот вам капли для носа, лечитесь, все пройдет. Я пришел домой, начал лечиться всеми этими таблетками, продолжать, ну, я и так до этого тоже принимал препараты, которые у нас уже были тут с собой привезены из России, потому что, когда мы ехали, мы понимали, что с лекарствами в Испании как бы не так легко, как у нас. После посещения больницы у меня прошло еще несколько дней, температура не спадала, мои симптомы только ухудшались, у меня начали гноиться и слезиться очень сильно глаза, я начал уже капать антибиотики в глаза, у меня воспалились уши, то есть, полный какой-то процесс пошел непонятный, мне уже стало немножко не по себе, некомфортно, немного страшно. Ну, думаю, ладно, врач посмотрел, сказал, что все нормально, буду продолжать лечиться, возможно, просто сильная простуда, и сейчас вот там еще пару дней, и все пройдет. И в один из вечеров я решил пойти промыть нос горлом, пошел в ванну, начал промывать мерамистином. Сами вы все знаете, что когда ты промываешь горло, то иногда бывает рвотный рефлекс, и вот во время промывания у меня случился рвотный рефлекс, и я просто понимаю, что через секунду, что я лежу на полу. У меня адская боль в пояснице, я не могу пошевелить ногами, не могу пошевелить телом, я кое-как вылез в коридор, кричал Ваню, Ваня подбежал, не понимает вообще, что со мной происходит, перетащил меня на кровать, намазал меня мазями, потому что мы подумали, что защемление в спине, скорее всего. Мы позвонили в больницу, объяснили ситуацию, что так и так, что я упал, у меня не двигаются ноги, я не могу ходить, и мне нужна помощь. Как обычно, в скорой нам сказали, мы не приедем, дайте ему какие-нибудь обезболивающие, намажьте мазью, ложитесь спать, все будет хорошо. Ваня мне дал обезболивающие, намазал меня мазями, я лег в кровать кое-как, потому что я не мог ни сидеть, ни лежать, ни стоять, вообще ничего. То есть я просто чувствовал себя каким-то овощем. Я так лег спать, соответственно, поспать мне не удалось, я поспал буквально 2-3 часа, дальше я проснулся от дичайшей боли, потому что обезболивающие уже перестали действовать, мази также прекратили свое действие, и я опять чувствовал отступную боль. Мы понимали, что скорая не приедет, мы снова позвонили, снова объяснили им ситуацию, они сказали, что приехать не могут, что они приезжают только к людям, которые пожилого возраста, 70-80 лет, а в моем возрасте можно сесть в такси и приехать в больницу. На слова о том, что я просто не могу двигаться и самостоятельно я не доберусь, они просто говорили, мы ничем не можем помочь, ничего не можем сделать, приезжайте сами. Единственным вариантом, который мы могли придумать, это мы позвонили нашей подруге, она медик и массажист, сказали ей ситуацию, она приехала, намазала у меня мазями, дала мне таблетки, сделала мне уколы, и, о чудо, через час мне показалось, что все, я могу ходить, нормально. Я попросил Ваню отвезти меня в туалет, он отвел меня в туалет, и в процессе того, как я делал свои дела, я просто им говорю, Вань, я сейчас просто отрублюсь. Далее проходит сколько-то времени, как ребята мне рассказали, это прошло 3 минуты, я очутился на полу, я лежу, меня откачивают, я проснулся от того, что меня умывают ледяной водой, бьют меня по щекам, то есть я кое-как пришел в себя. Больше откладывать поездку в больницу вообще было нельзя, потому что происходили какие-то очень странные вещи, они всех пугали, и наша подруга достаточно долго уже живет в Испании, мы попросили ее позвонить и говорить уже на испанском, потому что наш уровень испанского пока не позволяет так активно общаться, объяснять какие-то ситуации. Она позвонила, объяснила им еще раз, слава богу, они сказали, что хорошо, мы приедем. Прошло примерно, наверное, полтора часа, скорая приехала, меня посадили здесь сначала в кресло, довезли до лифта, на лифте спустили, далее уже носилки принесли, меня положили в носилки и привезли в скорую. В больнице у меня еще раз уточнили все обстоятельства, что произошло, какие у меня жалобы, взяли у меня анализы крови, крови у меня взяли просто, я не знаю, мне кажется, 5 литров из меня ее выкачали, сделали мне УЗИ, пришел врач-невролог, посмотрел мою спину, покрутил ноги, все проверил, все посмотрел, они ушли, пришел снова врач, сказал, что у меня обнаружено опять воспаление в почках, и пока непонятно, что делать. Мне сказали, что нужно остаться в больнице еще на ночь, утром проведут дополнительные анализы, и уже будет понятно, что со мной происходит. Я остался в больнице в этот момент, мне оставили капельницы. В обслуживании, на самом деле, когда вы попадаете уже в больницу, просто на высшем уровне, то есть все о тебе заботятся, пожалуйста, любой вопрос, любой это, у тебя всегда есть на кровати кнопка, которую ты нажал, пришла медсестра, все спросила, у тебя узнала, помогла, то есть когда вы попадаете в больницу, там уже обслуживание на высшем уровне, то есть медсестра приходит, постоянно спрашивает, меняет тебе капельницы. Капельницы просто никогда не проходят, они у тебя 24 на 7, стоят в руке, ставят такой катетер и постоянно меняют капельницы. Одна закончилась, новую поставили в процессе, и витамины колят, и дают тебе антибиотики, если вы уже определили причину, проблему. Вот в этом плане, конечно, все на высшем уровне. Мне сделали все обследования, сказали, что у меня обнаружен белунефрит. Белунефрит – это проблемы с почками. Мне назначили антибиотики, протяжали меня в клинике два дня, выписали на домашнее лечение. Я вот его закончил буквально вчера уже лечение. Слава богу, сейчас все хорошо, я себя чувствую отлично. Также сегодня мы сходили по поводу того, что у меня не проходит еще боли в ногах, а в спине отнимается нога. Врач мне выписал таблетки, которые непосредственно будут уже направлены на эту проблему, и записал меня на обследование, на МРТ. В плане записи, конечно, здесь, если у вас какое-то необходимое обследование, здесь вам говорят, что нужно вам, ну, то есть вам говорят, что вам назначают обследование, но какой-то конкретный день вам не назначают. Врач говорит, что мы найдем окно свободное для вас и с вами свяжемся уже по телефону и скажем, в какой день, в какое время вам нужно подойти на обследование. Такая история у меня произошла за декабрь, и могу сказать, что это действительно у меня заняло весь декабрь. Я обратился где-то 2-3, наверное, декабря первый раз. Сегодня у нас на дворе 27 декабря, и вот 3 недели у меня просто заняло выяснение и лечение одного вопроса. Что в итоге я могу сказать про бесплатную медицину в Испании? Если вы почувствовали, что у вас есть какая-то проблема, даже малейшая простуда, сразу обращайтесь к врачу, идите в больницу, записывайтесь на прием к вашему семейному специалисту, объясняйте свою проблему, жалуйтесь, потому что если вы на самотек это пустите, скажете, подумаете, ой, ладно, само пройдет, ничего страшного, то если у вас наступит ситуация, когда вы не сможете самостоятельно доехать до больницы, то здесь уже огромная проблема. Скорая не приезжает, то есть либо они приезжают, когда вы уже в предсмертном состоянии. Это, конечно, может быть, звучит как-то смешно и так далее, но на самом деле это правда так, и это серьезно, не доводите до того, чтобы вам приходилось вызывать скорую. Еще какие есть нюансы в бесплатной медицине? Все вы знаете, особенно в России, вы можете прийти к врачу, сказать, ой, что-то у меня вот как-то немножко беспокоит, вот тут тянет, тут что-то ломит, я хотел бы пойти обследование, проверить, то вам спокойно значит, вы пойдете, посмотрите, будете знать, что с вами. Что касаемо тут такой ситуации, то если вы придете и просто будете говорить, я бы вот хотел посмотреть, как там у меня по состоянию, не знаю, позвоночник, то так вас не запишут. А если и запишут, то ожидание у вас может занять месяц, и три, и пять, и вам будут говорить, что с вами свяжутся, но могут даже и не связаться. Если вы повторно не обратитесь там за этот период времени, они подумают, ну, значит, ему не так это важно, не так сильно болит, лучше мы кого-то запишем, кому действительно это так сильно необходимо. А теперь мы поговорим про платную страховку. Есть множество компаний, которые предоставляют такие страховки. Стоимость тоже различная. Есть также варианты с ежемесячной подпиской. Есть варианты сразу годового контракта. Также есть несколько вариантов страховок. Есть бюджетные, где у вас входит какой-то определенный минимальный перечень услуг. И есть полные расширенные, в которые вы делаете все обследования без каких-либо доплат и так далее. Что касается минимальной страховки, то у вас есть, допустим, изначально 2-3 посещения, которые у вас бесплатны. Далее, там, с 3-го по 6-го посещения у вас будет доплата 2-3-5 евро. Далее, там, с 10-го посещения. И дальше у вас там доплата будет за посещение какую-то определенную сумму. Примерная стоимость страховок, если это брать минимальный пакет, примерно 350-390 евро в год. А если брать полную, то тут тоже стоимость разная. Ну, в среднем где-то 900 евро вам будет обходиться. Это полноценная страховка, которая покрывает. Какой нюанс еще важно знать при платной страховке? Если вам необходимо какое-то узконаправленное обследование, то оно у вас не будет входить сразу, а будет доступно только через 6 месяцев. Это нужно понимать перед оформлением, потому что здесь я был полным дураком. Мне скинули страховку, я быстро подписал, ничего не читая, думаю, все. Для чего вообще я себе ее оформлял? У меня уже достаточно давно из-за работы, из-за того, что я очень много хожу, у меня начались проблемы с коленями. Они у меня очень сильно болели, уставали. Так как у меня, я работаю стилистом, то, соответственно, моя работа постоянно происходит на ногах. Здесь, после того, как мы переехали, я обнаружил, мы стали очень много ходить, потому что, ну, вообще, в принципе, в Барселоне в основном ты постоянно ходишь пешком, потому что здесь 15 минут, сюда 20 минут, здесь 30 минут. И как бы на метро неудобно, потому что иногда пересадка занимает еще дольше времени, чем если бы ты пошел пешком самостоятельно. Вот, у меня начались проблемы с коленями. Я оформил свою платную страховку, потому что я понимал, что в бесплатные сейчас я приду, меня поставят очередь, месяц, три, может быть, и дольше. Я думаю, сейчас я оформлю платную страховку, приду, быстро все проверю, мне все посмотрят, и я уже начну там лечение. Также, почему выбирать платную страховку? Потому что это вроде бы как быстро, ты быстро записываешься к врачу из-за того, что количество клиник по городу очень большое, и специалистов очень много. И попасть на прием к специалисту гораздо проще. Ну, как это было у меня? Мне нужна была консультация врача по поводу моих коленек. Я выбрал запись. Смотрю, что запись доступна только через полтора месяца ближайшая. Я записался, расстроился, что я оформил платную страховку для того, чтобы мне быстро все решить, а в итоге у меня это все растянулось еще на более длительный период, чем, мне кажется, я пошел бы и бесплатно сделать. Но в один из дней, через пару дней, я начал заходить в приложение и смотрю, что появилось окно прям сегодня. Я быстро записался, пришел на консультацию к специалисту. Она все посмотрела, сказала, что она мне ничем не может помочь, это занимается другой врач, что к нему нужно записаться. Я подошел на ресепшн, меня записали. И, конечно же, меня записали не на ближайший день, как я рассчитывал, что в оплодной страховке я все быстро сделаю, а записали меня ровно через месяц на визит к врачу. И вот прошел месяц, я пришел к специалисту, он все посмотрел, сказал, что мне необходимо сделать МРТ коленок и посмотреть их. Мы подошли для того, чтобы записаться на ресепшн. Мне сказали, к сожалению, вы сейчас не можете записаться, потому что данная процедура у вас и данное обследование у вас будет доступно только через 5 месяцев, о чем я, конечно же, не прочитал и не знал. Я расстроился, начал уточнять, сколько будет стоить, если я сделаю это за деньги. И стоимость одного колена рентгена мне обозначили в 193 евро. То есть вы понимаете, для того, чтобы сделать обследование двух коленок, мне нужно было потратить 400 евро. На данный момент я не могу потратить такие деньги на обследование, у меня просто нет такой суммы для того, чтобы это сделать. Я очень расстроился, и мне платная страховка, если честно, вообще не помогла. С данным вопросом я уже буду обращаться в бесплатную клинику, встану в очередь, и сделаю все эти обследования, и буду разбираться со своим вопросом. Поэтому, если у вас есть какие-то небольшие проблемы, или вы просто хотите быть в безопасности, знать, что если у вас что-то произошло, и вы заходите быстро пойти сдать анализ крови, мочи, проверить как-то общее свое состояние, и вам не нужен будет узконаправленный специалист, то платная страховка – это для вас. К сожалению, мне платная страховка не помогла. Сейчас я пытаюсь от нее отказаться. С этим тоже возникают проблемы. И я не знаю, решать только вам. Но я вам рассказал плюсы, минусы, какие есть платные страховки, как работает бесплатная медицина. В плане бесплатной медицины я очень доволен. Да, есть свои нюансы по поводу скорой. Но если вы будете вовремя обращаться к специалисту, то никакой проблемы у вас не возникнет. Вы спокойно попадете на прием к врачу, и вам помогут. Потому что обслуживание на высшем уровне. Все мега заботливые, мега внимательные. Никто тебя не оставляет. Постоянно к тебе кто-то приходит. Врачи, медсестры. Постоянно ты во внимании, и тебя не просто бросают. И действительно назначают лечение, которое тебе помогает. Для решения какой-то мега, не знаю, там, сложной болезни, то платная страховка вам также не поможет сразу. Вам нужно будет ожидать 6 месяцев. В принципе, если вы пойдете в бесплатную клинику с такой же проблемой, то примерное время ожидания у вас будет такое же. Поэтому здесь решать только вам, оформлять платную страховку или нет. Я для себя понял, что мне платная страховка не нужна. И что бы я хотел сказать в завершении этого ролика. Если вы почувствовали, что у вас есть какая-то проблема, не доводите до того, чтобы вы не смогли добраться до больницы. Занимайтесь своим здоровьем сразу, обращайтесь к специалистам сразу. Я надеюсь, что вам не придется это на себе пройти, и вам не придется на себе это все прочувствовать. Но если так произойдет, знайте, что вы будете в надежных руках. Я очень благодарен специалистам, которые занимаются до сих пор моим лечением, помогают мне. Я безмерно счастлив и рад. А вообще, я советую вам не болеть. Берегите свое здоровье, берегите своих близких, следите за собой. Будьте здоровы, счастливы. Наслаждайтесь этой жизнью. Болячки никому не нужны. Ничего хорошего в них нет. Гораздо проще радоваться жизни, кайфовать. Тем более, если вы переезжаете в Испанию, то здесь сам Бог велел просто наслаждаться жизнью. Море, прекрасный климат зимой и летом. Да, бывает и холодно, бывает и ветрено, но в основном погода всегда прекрасная, все супер. Люди мега позитивные, добрые. Всегда все сидят в бары, гуляют. То есть, постоянно идет какая-то движуха. Я за это очень люблю Испанию. Кайфую. Надеюсь, что этот ролик был полезен для вас. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы в комментариях. Если они у вас остались, я с удовольствием отвечу на них. Могу вам разобраться. Какие-то нюансы мы можем с вами какие-то более тонкие обсудить. Может быть, что-то я недорассказал или у вас есть какой-то определенный вопрос. Буду рад ответить, пообщаться, поддерживать с вами связь. Спасибо, что вы смотрите нас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok